КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ В сезде провели капитальный ремонт. Люди борются со своим же ТСЖ-энергетик. Переломить ситуацию пока не удается. Рабочих так и не было. Руководство товарищества, по словам собственников, ссылается на огромный долг за коммуналку жильцов подъезда. Заткнул опять же, неродное. Из кусков все составлено. Потому что, чтобы как-то эту дыру заткнуть. Для сравнения, первый подъезд дома, где живет председатель ТСЖ. Чистота, если не идеальная, то близко к идеалу. Очевидно, что к ремонту здесь подходит субъективно. И второй подъезд в списках не значится. Жильцы обратились с жалобами в жилищную инспекцию. Там им посочувствовали и выписали штраф руководителю ТСЖ. Однако и после этого ситуация не изменилась. Инициативная группа намерена идти дальше. В суд. Мы не знаем, как нам достучаться до ТСЖ энтузиаст. Чтобы нам все-таки сделали капитальный ремонт нашего подъезда. И наши жильцы жили в таких же красивых условиях, как проживает тут первый, третий, четвертый, пятый до десятого подъезда. Как после бомбежки. Вот так теперь говорят о своем дворе жители одного из домов Новоалтайска. Двор подвергся атаке мастеров по прокладке труб. Впрочем, слова тут излишни. Надо смотреть. Адрес улица Партизанская. Дом с номером 6. Здесь еще несколько недель назад подземные железные рукава дали сбой. На сигнал бедствия приехали местные мастера. Как могли, залатали пробоину. На этом остановились. В итоге земляной ров разделил уютный двор на две части. Провалиться под землю в буквальном смысле здесь теперь проще простого. Родители боятся выпускать детей на улицу. Мол, травмоопасно. Лопатами, по словам местных жителей, должны вооружиться мастера из компании и тепловые сети. Однако траншея, похоже, быстрее мусором зарастет, чем землей. Стороны живут, словно кошка с собакой. Травмы были буквально, наверное, на прошлой неделе. Девочки лет, наверное, 7-8. Две вышли, одна. Я просто проходила мимо, одна со слезами упала, ударилась головой, спиной. Далее рубрика «Коммунальный ликбез». Сегодня мы посвятим ее теме вот таких раскопок. Кто должен привести в первозданный вид улицы и дворы? Какую ответственность могут нести за свои недоделки нерадивые коммунальщики? На вопросы наших телезрителей ответит эксперт, руководитель одной из управляющих компаний Барнаула. Приходят на раскопки, устранение аварии на тепловых сетях, на водопроводных сетях. Ну, наверное, я хочу сказать, что они профессионалы. Раскопали, сделали, а потом нужно соблюдать технологию закапки обратно, что нужно проливать песком. Прежде чем, если начать раскапать, нужно грунт удалять, засыпать другим грунтом. Его проливать, уплотнять. Потому что, ну, потом после этого заасфальтируют, если где-то дорога, отмазка. Буквально, ну, через месяц это все проваливается. Приходится опять асфальтировать. Но я рекомендую, например, жителям это обращаться в управляющую компанию. А что делать с новеньким асфальтом, который был, и с цветником, который тоже был? А это они должны восстанавливать. Они обязаны восстановить асфальт и цветник. Как видите, недобросовестных мастеров все-таки можно заставить выполнять обязанности. Если вам удалось снять бездействие коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы, звоните по номеру в Барнауле 659-129. И помните, коммунальный патруль на страже чистоты и порядка. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин